Препараты в арсенале 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 Полость рта и губа – это 43%, реже гортоноглотка, но и, в общем-то, обращаемость тоже зависит от того, когда пациент обратился, может быть, в этом тоже есть какое-то значение о том, что гортоноглотка составляет 10%. По стадиям распределения, опять же, мы видим, что первая и вторая стадии – это губа, но и, к сожалению, это глотка 16%. Это небольшое обращение в ранней стадии, к сожалению, это обращение уже достаточно распространенного пациента, когда идет речь о третьей-четвертой стадии. Чаще всего болеют мужчины, это практически 3%, в сравнении с полутора процентами от женщин три раза больше чаще болеют пациенты. Местно распространенные, мы чаще встречаем, конечно, отдаленные метастазы уже, имеется в виду не отдаленные, а местно распространенные метастазы, встречаем пациентов уже с отдаленными метастазами в костях, ну и это, конечно, проблема не только самих пациентов, но и обращаемости. Очень часто пациенты в последнее время жалуются на то, что наблюдения происходят, вроде бы каждый раз обращаются к врачу, да, вовремя все равно не верифицируется, не диагностируется эта ситуация. Обращаясь к факторам риска развития плоскоклеточного рака, есть, опять же, остаются это вредные привычки, это вирусная нагрузка, ВПЧ ассоциированные опухоли, это иммуносупрессия, ну и различные профессиональные вредности. Если обращаться к кривым выживаемости, мы видим, что, ну, как бы лучше всего, конечно, выживаемость у пациентов с раком губы, и худшее это гортаноглотка, и, как видите, это действительно связано с тем, что задействованы два жизненно важных пути, это дыхательные пути и пищепроводные пути. Распространенность от ВПЧ на сегодняшний день имеет и ключевое такое значение, поскольку даже сам метод лечения зависит от ВПЧ положительного или ВПЧ отрицательного статуса пациента, и чаще всего это, конечно, ротоглотка, это корень языка и миндалина. Ну и очень важным моментом является на сегодняшний день, поскольку пациенты достаточно обучены, они самообучаемостью занимаются, они обучаются также и в интернете, не всегда это, конечно, идет в пользу пациентам. И заниматься самолечением неправильно, но факторы, которые ассоциированы с пациентом, необходимо обязательно учитывать с их желанием обязательно, потому что от этого будет зависеть дальнейший прогноз. Необходимо учитывать сопутствующую патологию, возраст, ну и обязательным являются факторы, ассоциированные с самой опухоли, это первое, что хотелось бы сказать о том, что ВПЧ на сегодняшний день является ключевым. Гистологический вариант, обязательно собирание анамнеза для того, чтобы понимать агрессивность этого процесса и по степени распространения. Факторы связаны с самим препаратом, это, опять же, зависит от самого пациента, это зависит от состояния пациента, от экостатуса, от возможности получения, нахождение в каком-то регионе или это находится где-то рядом с нашим учреждением или с учреждением где-то по месту жительства. Необходимо понимать желания пациента, ну и соответствовать обязательно стандартам клинических рекомендаций Минздрава Российской Федерации, поскольку они у нас абсолютно точно определены и сформулированы, собраны с учетом всех эмитцев Российской Федерации. Пизелитная выживаемость пациента с плоскоклеточным раком головы и шеи зависит, конечно, от стадии заболевания, зависит от стадии выпеча статуса, как мы говорили, и от метастатической формы, либо это местно распространенной формы. Как видите, что если речь идет о HPV-позитивном статусе пациента, то выживаясь при местно распространенном плоскоклеточном раке, это 84%, а при HPV-негативном это 53%. Ну и, соответственно, как видите, метастатические формы также есть различия в зависимости от статуса. Эффективность также химио-лучевой терапии зависит от того, имеется ли статус положительный в HPV-ч. И, конечно же, дальше мы будем уже говорить, будет зависеть от PD или экспрессии, будет зависеть от того, как лекарственная терапия будет воздействовать именно при наличии того или иного плюс в плане мутационной нагрузки. Основным принципом лечения является резиктабельность или нерезиктабельность. Это ключевой момент, о котором хотелось бы подтвердить, и действительно неоднократно уже об этом говорится, но, к сожалению, пациенты и даже, к сожалению, доктора, коллеги, также не совсем руководствуют клиническими рекомендациями, которые говорятся о том, что необходимость резиктабельности, оценки резиктабельности пациента и выполнение хирургического вмешательства, если на то есть такая возможность. Ну а далее подключаются все основные методы лечения, которые являются как и хирургическо-комбинированным методом, это лучевая терапия в комбинации, какие виды представлены, возможности таргетной терапии и химиомболизация сосудов опухоли, которую мы очень на сегодняшний день тесно с ними работаем с интервенционными хирургами, которые помогают нам лечить этих пациентов. Основная задача, которая поставлена перед ними, это возможность уменьшения размеров объемов опухоли и самым главным является то, что мы, те пациенты из категории, которые невозможно проводить лучевую или химиотерапию, или лучевую в целом терапию, мы можем перевести из разряда не инкурабельных и неподдающихся лечений, можем перевести в разряд пациентов, которым возможно провести то или иное лечение. Это позволяет именно отсутствие кровоточивости, те факторы, которые не позволяют лечить этих пациентов. Ну и иммуно-онкологическое лечение, которое плотно вошло в наши ряды, и, к счастью, у нас уже есть такая опция, которая позволяет в комбинации и с химиопрепаратами, и пациентов, которые проводилось, и в первой линии. То есть на сегодняшний день мы имеем вот такую вот полезную опцию для наших пациентов. Обращаясь к клиническим рекомендациям CCN, мы видим, что здесь также речь идет, таблица большая загружена, но в целом я скажу о том, что здесь, конечно, зависит от ВПЧ позитивный или ВПЧ негативный статус пациента, зависит от стадии. Опять же, речь идет о резиктабельности, то, о чем мы говорили, и зависит от того, если ВПЧ негативный или ВПЧ позитивный. От этого зависит дальнейшая тактика пациента. Мы частенько обращаемся к этим рекомендациям, поскольку они, конечно же, перекликаются с нашими рекомендациями, клиническими рекомендациями Здраво-Российской Федерации. И поэтому, если есть какие-то сложности, какое-то непонимание, мы можем к ним обращаться и с учетом этих рекомендаций также дальше лечить этих пациентов. Хотелось бы представить клинические случаи, возможности проведения лечения, консервативное лечение без хирургического вмешательства. Я очень люблю, на самом деле, вот этот слайд, этот пациент, он такой показательный, как видите, большое распространение опухоли, получен прекрасный эффект от лечения без хирургического вмешательства. Пациент категорически отказался от операции, но вот на все свои риски был взят на лечение к нам в институт, и, в общем-то, химиотерапевт, радиологи и мы, мы, конечно, вместе обсуждали его долго, получили хороший эффект, и, конечно же, этот пациент в настоящее время также находится в наблюдении без признаков рецидива. Опять же, пациент с носоглоточным, носоглоточную опухоль невозможно было пациента лечить, поскольку у пациента было кровотечение, рецидивирующее невозможности проведения химиотерапии, риски высоки были, кровотечение, пациент бесконечное появление анемии и восполнение, опять же, потери, снижение гемоглобина, поскольку у него было кровотечение, лучевой терапии также не было речи о невозможности. Ну и проведение химио-лучевой после химио-меболизации хороший эффект, и мы видим, что действительно это методика, которая позволяет эту категорию пациентов перевести в категорию возможности лечения, радикального лечения этих пациентов химио-лучевой терапии. Опять же, пациент после химио-лучевой терапии, пациент, который всем известен, поскоклеточный рак с листой полости носа, и до сих пор пациент находится у нас на лечении, уже прошло практически три года, все у него хорошо, он с нами созванивается, живет он в регионе, поскольку он не может приехать в условиях ковида, он передает нам данные, у него нет рецидива, и вот такой вот эффект проведенного лечения. Еще один метод лечения, о котором бы хотелось бы сказать, то, что у нас есть возможность выполнения и установки эндостатов для проведения брахитерапии, пациент, который лечился по месту жительства, далее обратился к нам, также известный пациент, особенно для нашей команды, которые здесь все участвовали в лечении этих пациентов, и получен был хороший эффект, пациент до сих пор у нас вот сейчас находится в наблюдении, он обращался, у него признаков рецидива нет, и фактически больше года пациент находится в наблюдении. Молодой пациент, которому не пришлось выполнять резекцию удаления опухоли, и на самом деле пациент сам отказался от хирургического лечения. Ну и пациент, у которого находилось образование в области слизистой полости дна, на самом деле это категория пациентов, которая подвергается большому хирургическому вмешательству, ну и, как видите, хороший эффект, через год полный регресс. Это пациенты, которые хорошо подвергаются лечению, если выполнить хирургическое вмешательство, но операция бывает калечащая, поэтому, конечно же, вот методика брахитерапии, она позволяет нам также выполнить органсохраняющее лечение. Таргетная терапия, которая у нас в наличии имеется, это один дистопрепарат, который мы имеем для лечения наших пациентов. К сожалению, у нас небольшое количество таргетных препаратов. Хотелось бы сказать несколько слов о клинических исследованиях. Ну и основным моментом, на что хотелось бы сделать также упор, о том, что пациенты, которые находятся в первичной для обращения в ожидании лечения, проведении индукционных циклов по схеме ТПФ, например, вот в данном исследовании третьей фазы, которую вы видите, здесь были включены пациенты, которым были проведены индукционные циклы химиотерапии и которым не были проведены индукционные циклы химиотерапии. И общая выживаемость, как видите, 54 из 7, и здесь 31 из 7 в сравнении. Ну и сравнивались режимы химиолучевая терапия с ПФом, цитоксимаб с лучевой терапией. Были включены группы пациентов, они, в общем-то, идентичны, и хотелось бы сказать в итоге, что индукционная химиотерапия увеличивает частоту объективного ответа и выживаемость без прогрессирования, а также и общую выживаемость, что является, на самом деле, хорошим таким вот подспорьем для наших пациентов. Особенно, когда они распространены, невозможно сразу начать лучевую терапию. Ну и хотелось бы сказать о препаратах иммуно-онкологических, которые вошли плотно в наши ряды. Это неволумаб и пембролизумаб. И основная задача этих пациентов и основные возможности мы с учетом иммунного статуса. На сегодняшний день это уже исследовано. И хотелось бы сказать о том, что плоскоклеточный рак головы и шеи один из самых высоких уровней фильтрирующих опухоль Т-лимфоцита, что является, на самом деле, удивительным, поскольку здесь речь идет, дальше я расскажу уже о самих препаратах иммуно-онкологических, которые именно работают в плане именно иммуногенности. И мы сейчас очень разберем именно то, что при плоскоклеточном раке головы и шеи педель чаще определяется на иммунных клетках, что является важным. И ответ будет выше и лучше, поскольку не во всех исследованиях также определялась педель на иммунных клетках. И наибольшая эффективность у пациентов, которые было сравнение в данном исследовании, когда сравнивались пациенты группов P16Z позитивный и педель 1 позитивный. И, как видите, стандартная химилучевая терапия, лучевая терапия и оперативное лечение, они наиболее эффективны в группе, где имелось P16 положительный статус и педель экспрессия именно на иммунных клетках, что является очень важным, поскольку в дальнейших исследованиях также мы видим, оценивая исследования, где вообще статус на иммунных клетках не определялся. Для плоскоклеточного рака головы и шеи как раз таки характерна вот эта вот ситуация. Если говорить о Ниволумабе, мы видим, что экспрессия ПДЛ-1 будет, эффективность его увеличивается при наличии именно экспрессии. И сравнивая два исследования, вернее, в Checkmate 141, в котором сравнивается общая выживаемость в зависимости от экспрессии. И в группах, где Ниволумаб сравнивался с химиотерапией, как видите, медиана общая выживаемость при экспрессии ПДЛ-1 меньше 1% плюс 1 месяц. А в ситуации, когда у пациентов ПДЛ-1 больше 1% сравнивались также группы Ниволумаб и группы с химиотерапией, медиана общей выживаемости составила плюс 3,5 месяца. То есть здесь, как видите, при наличии экспрессии мы видим, эффективность Ниволумаба увеличивается. Если говорить об исследовании Кенот-040, мы видим, что здесь пембролизумаб, опять же, сравнивается группы СПС больше единицы, СПС меньше единицы. И, как видите, общая выживаемость, это показатели общей выживаемости выше в группе получавших пембролизумаб, и там группа, где СПС положительный. То есть это тоже говорит о том, что имеет очень большое значение наличие мутационного фактора. То есть снижение риска смерти в данной группе, он составляет 26%. В той группе, где экспрессия негативная, ну, скажем, эти показатели были сопоставимы. Исследование Кенот-048, дизайн этого исследования, это первая линия системной терапии, когда сравнивались три рукава. Эта монотерапия была пембролизумабом, был рукав, где пембролизумаб и химиотерапия, и режим экстрим. Стратифицировались пациенты с экспрессией PD-L1, где TPS больше 50% и TPS меньше, в сравнении с TPS меньше 50%. Для рака ротоглотки позитивный или негативный P16. То есть это тоже имелось очень большое значение для определения дальнейшего. И ЭКОК-статус обязательно у пациента был 0 или 1. Сравнивая этих пациентов, плоскоклеточный рак головы и шеи, это ротоглотка, постерта, гортань и глотка. Далее пациенты получали пембролизумаб в первом рукаве 200 мг, максимально было 35 введений. Вторая группа пембролизумаб, карбоплатин, цисплатин с 5-фторурацилом, было 6 циклов проведено. И третий рукав, это режим X-TRIP, стандартный, был проведен с цитуксимабом, карбоплатином, цисплатином 5-фторурацилом. Здесь было 6 циклов. Ну и мы смотрим в результате, что у нас получилось. Сравнивались экспрессии, опять же, PD-L, исследовалось CPS более 20 и CPS, где больше единицы. Ну и анализируя данные, 48 месяцев составил период наблюдения. Если анализировать пембролизумаб в сравнении с экстримом режим, было 21 в сравнении 8%. И в режиме мы видим 16,7 и 5,9, та группа, где CPS больше единицы. Четырехлетняя общая выживаемость в этой группе составила в сравнении пембролизумаб против экстрима. Мы сравниваем эти группы и также сравниваем группы, где пембролизумаб химиотерапия в режиме сравнения с экстримом. Но, опять же, здесь 48 месяцев составил период наблюдения. Были прослежены пациенты и исследованы на CPS определения, это больше 20, и CPS больше единицы. И, как видите, мы, опять же, 48 месяцев это период наблюдения. Если сравнивать пембро и химиотерапию в сравнении с экстримом режим, мы видим большую разницу. 28,6 в сравнении с экстримом у них, 6,6 в экстриме режим в этой группе. И вторая группа, где CPS больше единицы, мы видим, что 21,8, сравнивая пембролизумаб с химиотерапией, с режимом экстрим. А в режиме экстрим мы получили 4,1. Ну, соответственно, длительность ответа в сравнении пембролизумаб и экстрим режим, опять же, зависит от PDL-фактора. Это больше 20 в сравнении, если CPS больше единицы. И мы видим, что здесь тоже значительная разница. Пембролизумаб составляет 23 против 4,2 и 24 и 4,5. Ну, на самом деле, конечно, мы видим хороший результат. И дальше мы видим, что иммуно-онкологическое направление, оно набирает обороты только. И мы надеемся, что у нас появится дальше новое-новое исследование, которое позволит лечить наших пациентов. Ну, и сегодня тема нашего сегодняшнего совещания, собрания, когда мы говорим о мультидисциплинарной команде. Сегодняшние гости, мы все вместе работаем уже много лет. И хотел бы сказать о том, что только наличие вот такой команды в любом учреждении позволит делать определенные выводы, решать, находить какие-то новые возможности, определять тактику лечения пациентов. И только такая команда позволит дальше помочь этим пациентам проводить какое-то определенное лечение. Спасибо большое за внимание. Спасибо.